Доброе утро! В эфире Анфас. С вами Николай Анисимов. В вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности частей и соединений. Традиционно ее венцом являются стрельбы, пуски, бомбометания, все, что военные называют боевым применением. Мы летим на запад республики. Сегодня на полигоне под Ружанами авиаторы сдают своеобразный экзамен на профессиональное мастерство. Работаем двумя командами. Мы будем снимать действия летчиков непосредственно на полигоне. Вторая группа отправляется в Пружаны, на аэродром Засимовича. Оттуда работают вертолетчики. Кроме них, бомбово-штурмовые удары по целям на полигоне будут наносить летчики 116-й гвардейской авиабазы. Это штурмовики Су-25. У нас есть и третья съемочная группа. На первый взгляд, она работает не по программе учений, однако у нее с ними косвенная взаимосвязь. Маневры, проводимые авиаторами, не назовешь рядовыми. В рамках общего учения авиации военно-воздушной силы военно-воздушной обороны, которое сейчас проводится в рамках второго этапа проверки, который назначил военно-воздушной обороны, проводится еще одно учение. Это учение силы средств, входящих в состав единой региональной системы противо-воздушной обороны нашего союзного государства. Основная тема учений лежит в плоскости главной мировой проблемы. Это борьба с международным терроризмом и экстремистом. Соответственно, выстроена легенда будущих маневров. В районе было обнаружено, по данным нашей разведки наземные, действия незаконных вооруженных формирований. Поэтому было командирами принято в рамках проводимых мероприятий с помощью вертолета огневой поддержки обнаружить, блокировать данный район по указанию с воздуха. Цель указания с воздуха – мы наносим удар штурмовой авиации по этому району. Нет, работаем с нескольких аэродромов. В учениях принимают участие и российские авиаторы. Самолетом Российской Федерации, входящим в состав Единый Ренальд СМПО, также поставлена будет задача действовать по вызову и с положения дежурства на земле. Это они будут с аэродромового груза, где они сейчас дислоцируются. На стоянках аэродрома в Пружанах вовсю кипит работа. Техники проверяют матчасть перед вылетом, а вооруженцы снаряжают винтокрылые машины боеприпасами. Сегодня работают оба типа машин, стоящих на вооружении 181-й боевой вертолетной базы. Это транспортно-боевой Ми-8 и ударный Ми-24. Номенклатура применяемых средств поражения разнообразна. На Ми-24 шесть точек подвески. На них могут крепиться управляемые и неуправляемые ракеты, бомбовое и стрелково-пущенное вооружение. Кстати, дополнительно на него можно установить пушку калибром 23 мм или автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Если Ми-8 можно смело величать и солдатам войны, и гражданским трудягой, то Ми-24 исключительно боевая машина. Образно говоря, летающий АКМ. И не только потому, что это вертолет с серьезными огневыми возможностями. 24-ка такая же безотказная, как знаменитое детище Михаила Калашникова. Это самый надежный вертолет, потому что прощают грязь, пыль, аэродромы всякие бывают, посадки всякие на любую площадку. То есть не боится ничего. Ну и живучесть огромная. Вот соседний вертолет, на нем более 70 пробоин. Это афганские машины, которые эксплуатировались в Афгане. Живучая машина. Для информации, 181-й отдельный вертолетный полк, продолжателем традиции которого стала авиабаза в Пружанах, один из самых знаменитых в истории Афганской войны. Он работал в небе далекой страны практически в течение всего периода первой в мировой истории контртеррористической операции. Цифра боевых вылетов впечатляет. Более 120 тысяч. Конечно, задание, стоящее перед авиаторами сегодня, сложно сравнить с теми, которые приходилось выполнять в горячих точках. Но от этого оно не становится проще. Это мы на вышке полигона видим цели на рабочих картах и на местности через окуляры, бусоли и бинокли. Заметят ли их летчики за те стремительные секунды, в течение которых они находятся на боевом курсе. Полигон не тир в парке культуры и отдыха, где мишени висят на стене и целиться в них можно сколько угодно. В поле мишени тщательно маскируются. Мы маскируем мишени, естественно, под фон местности, чтобы наиболее близко к обстановке изобразить ту боевую технику, которая будет находиться на площадной мишени. Расстояние от базы вертолетчиков до Ружан немногим более 40 километров. Подлетное время 14 минут. Мы находимся на командном пункте полигона. Сейчас здесь идет напряженная боевая работа. Буквально через несколько минут воздух полигона будет расколот барабанной дробью пушечных выстрелов и разрывами бомб и ракет. Первыми на цель выходят лицкие играчи. Звено 125-х неожиданно вываливается из-за туч. Несколько секунд, и бомбы сходят с держателей. На мишенном поле беззвучные вспышки и дым. Мы знаем, грохот разрыва дойдет сюда только через несколько секунд. Но задачи летчиков не ограничиваются боевым применением. Штурмовики меняют друг друга в ненастном небе и действуют с различных направлений. За грачами появляются вертолеты. Чуть ли не подстригая кроны деревьев, они подходят парами в пилотажном порядке пелен. Такое боевое построение позволяет пилотам даже без радиообмена работать в тандеме и практически одновременно совершать маневры. Время полета от сходного ретира до самой мишени составляет порядка двух минут. Но на боевом курсе мы находимся не более 20 секунд. В момент того, как я обнаружил уже саму цель, у меня на саму работу не более 8 секунд остается. 8 секунд. Выход на боевой, отстрел тепловых ловушек, прицельная марка на мишень, огонь. Да, с земли к вертолетам не тянутся нити трассеров. Да, задание учебное. Но от этого не легче. Кроме прочего, в союзниках у неприятеля сегодня еще и природа. У природы нет плохой погоды. У авиаторов есть СМУ, сложные метеоусловия. Сегодня именно такая погода. Льет дождь, нижняя кромка облаков провисает чуть ли не до деревьев. Учиться военному делу настоящим образом. Именно этим сегодня занимаются белорусские авиаторы. На войне погоду не закажешь. Погода наша, белорусская, поэтому мы должны работать во всех условиях обстановки. Авиаторы у нас все погодные, поэтому и снег, и дождь, солнце, и ветер не должны помешать выполнению поставленных задач. Обученность проявляется не только в умении работать в плохую погоду. Можно и в простых метеоусловиях попасть, как говорят, на сложный тактический фон. Здесь для авиаторов главное не только мастерство пилотирования и умение грамотно применять штатное вооружение. Способы и методы работы досконально расписаны соответствующими курсами и наставлениями. Но это не означает, что летчик должен действовать строго по букве документа. Шаблонно работать это очень глупо для военного человека. Сегодня работали, выполняли доразведку и обозначение цели, нанесли авиационные удары по вывеленным объектам. И далее контролировали результат работы. То есть выходила группа вертолетов и контролировала, насколько, какая степень поражения противника. Степень поражения противника. Летчики проверяют результаты своей работы, проносясь над поверженными целями. Но главные экзаменаторы находятся здесь, на полигоне. Вместе с командованием выезжаем на мишенное поле. Работа авиаторов на этих учениях будет оцениваться и анализироваться как на своих авиабазах, так и в командовании военно-воздушными силами и войсками ПВО. Но главную оценку летчики себе уже поставили. Это пораженные цели на полигоне. Попадания прямые. Результатами я доволен, как руководитель данного эпизода, тактического эпизода. Общую оценку за учения будет уже выставлена командующим военно-воздушными силами войскам ПВО на основе полного анализа материалов объективного контроля, а также анализа действий оперативных групп по принятию и выработке решения на боевые действия. Машины ложатся на обратный курс. Но это не означает, что боевая работа закончена. Сегодня, кроме штурмовиков и вертолетчиков, в белорусском небе задействованы и другие типы самолетов. Истребительная авиация у нас осуществляет прикрытие из-за дежурства в воздухе. Также отрабатываем элемент уже на маршрутах, когда уходят они обратно у нас на аэродромы. По условиям учений, Лицким и Пружанским летчикам поставлена дополнительная задача. К своим авиабазам они идут на предельно малых высотах. На обратном пути будет осуществлен перехват низколетящих малоскоростных воздушных целей. Это вертолеты будут подыгрывать за контрольные цели. И за крылатой ракеты имитируют действие крылатой ракеты на определенных высотах будет штурмовик Су-25. Перехват условных крылатых ракет выполняют летчики 61-й авиабазы на МиГ-29. Кто-нибудь из любителей авиации может сказать, что этот истребитель не приспособлен для действий по таким сложным ценам. В этой связи пора вернуться к нашей третьей команде. Это съемочная группа Андрея Соболевского. Она работает в Барановичах, но не на аэродроме, а на 558-м авиаремонтном заводе. Здесь модернизируют так называемое изделие 9-12, фронтовой истребитель МиГ-29. Конструкторы предприятия разработали целый пакет усовершенствований для этой знаменитой машины, которая получила индекс БМ, белорусский модернизированный. После смывки, краски и полной разборки тип воздушного судна можно узнать разве что вот по такой наклейке. Специалисты всегда отмечали уникальность этого истребителя в огромном потенциале его модернизации. Белорусские оборонщики использовали эту возможность сполна. Одним из направлений повышения боевого потенциала самолета МиГ-29 явилось увеличение его радиуса боевого действия. Увеличение радиуса боевого действия возможно только при дозаправке самолета МиГ-29 в полете. Поэтому на самолете установлена, как я сказал, штанга, которая по трубопроводам поставляет топливо в топливные баки самолета. В итоге дальность действия авиационного комплекса выросла в два раза. Это перевело МиГ-29БМ в категорию «long hand» — длинная рука. Новейшая навигационная система позволяет выходить на цель с ювелирной точностью. С дальности 100 километров истребитель проходит над заданным объектом с погрешностью всего в несколько метров. Серьезно модернизировали и бортовое радиоэлектронное оборудование. Радар самолетов, модернизированных самолетов, после выхода из этой лаборатории, он способен обнаруживать и наземные цели. Радар самолета производит обзор земной поверхности или морской поверхности, обнаруживает цели и координации этих целей самолет передает на наземные пункты управления. Самолет получил дополнительную систему активной безопасности. На нем установлено так называемое изделие «Сателлит». Отечественная разработка практически на 100% защищает истребитель от ракет с радиолокационной головкой наведения. После модернизации планер МиГ-29 фактически не изменился. Боевые возможности удалось повысить только за счет установки нового электронного оборудования. Увеличение боевых возможностей летчики 61-й истребительной авиабазы демонстрируют на финальной стадии учения. Крылатые ракеты и малоскоростные цели противника условно сбиты. Самолеты и вертолеты возвращаются на родные аэродромы. Заканчивается один из этапов комплексной проверки вооруженных сил. Когда-то в советской армии подобные мероприятия проводились планово и носили наименование итоговых зимних и летних проверок. Сегодня в Беларуси ушли от этой практики. В отличие от армии многих стран мира и стран Содружества, в белорусской проверки проводятся внезапно без подготовительных мероприятий и уведомлений. Как к ним готовы войска, вы видите в наших репортажах. Военно-вздушные силы войска предыдущего уровня, деспублику Росе, это части постоянных готовности. Для нас внезапности нет. Мы охраняем воздушные рубежи нашей Родины. Мы в любых метеоусловиях должны выполнить задачи и ударными, ударной составляющей нашей авиации. Поэтому внезапность для нас заключается только во времени его объявления. То есть нам могут объявить и в 10 утра, могут объявить и в час ночи, и в 6 встал. В любое время дня и ночи готовы выполнить те задачи, которые остались. В любое время дня и ночи. Невзирая на дождь и плохую видимость, наш вертолет взлетает и берет курс на авиабазу Мочулище. Возвращаемся в Минск. Мы улетали рано утром, а вернулись почти на закате. Это был длинный день. Сейчас на аэродромах в Пружанах и в Лиде зачехляют вертолеты и самолеты. Нам тоже пора на базу. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok